Друзья, всем привет, с вами Никита Дилэй и мы продолжаем играть в нашу любимую карьеру на карте свопа агро. И как обычно, друзья, у нас сегодня много работы, но сегодня мы неплохо так заработаем, по крайней мере мне так кажется. Во-первых, друзья, на нашем поле созрели соевые бобы, поэтому мы их сегодня соберем и все нахрен продадим. Во-вторых, друзья, у нас есть сепаратор и на нем есть 108 кубов очищенного зерна и 60 кубов отрубей. Мы их тоже сегодня продадим и получим какие-то деньги за это все дело. Ну и плюс, друзья, конечно же, контрактики. Контрактики какие-нибудь возьмем, тюкование брать не будем, это вот однозначно. Поле 18 хлопочек, мне нравится этот контракт. Поле 22 свекла, самое гигантское поле, не самое, но гигантское поле, вот это засеянное свеклой тоже можно убрать, но нет, ребят, я этого делать не буду. Вот есть поле 28, сбор урожая 28, у нас тоже большое поле, довольно-таки далеко находится, но можно, в принципе, его будет сделать. Ну и, конечно же, удобрение, куда без него, тут прям охрененно все. Кстати, насчет тюкования, вот поле 31, сарай, можно, в принципе, взять, потому что там возить тюки очень близко. В общем-то, будем смотреть. Ну, разумеется, берем контракт на удобрение 10 поле, возьмем, наверное, удобрение 34, почему нет. Сбор урожая 28 поле, давайте, что у нас тут, овес на овощебазу. Где овощебаза? Овощебаза, по-моему, сверху, да? Блин, далековато ездить. Ну, в принципе, давайте его тоже возьмем. И поле 18 хлопочек тоже по-любому берем, это прям топовый контракт будет. Ну, плюс, опять-таки, уборка нашего поля. Где 18, кстати, находится он сверху, где-то, да? Да, но довольно-таки далеко. Ну, ничего страшного, обычное квадратное поле двумя комбайнами быстро уберется. Давайте начинать работу. Для начала, друзья, поставим контракты на удобрение. У нас есть два зила, мы один на стриме взяли, один у нас уже был. Нам надо удобрить два поля, 34 и 10. Поэтому давайте их поставим. Тем более, есть удобрение внутри. В одном он 6 кубов, в другом 4, этого должно хватить. На 10-е поле этого должно хватить. Давайте его поставим на 10-е поле. Давай, дружище, вот отсюда. Генерируем тебе по-быстрому маршруте к 10-е поле. Давай, две поворотных полосы. Скруглять против часовой стрелки. Отлично. У тебя должно прекрасно получиться. Давай, со стартовой точки. Погнал. А мы возвращаемся на базу и берем второго зила и гоним его на 34-е поле. И вот отсюда мы его тоже запустим. Поле 34, поворотная полоса опять-таки по кругу. Два раза, то же самое против часовой стрелки и то же самое скруглять. Генерируем маршрут и вроде как должен он нормально все сделать. И вроде как даже должно хватить ему удобрений с лихвой. С этого пацана, конечно, можно было, наверное, починить. Ну, вроде нормально. 20 едет свои. Нормально. Вообще, ребят, давайте починим, наверное, всю технику, что у нас есть. Сделаем это просто через гараж. Зилка. Чиним 47 евро. Ни о чем вообще. Удобрялку, наверное, его же тоже ни о чем ценник. Комбайн, разумеется, надо починить уже. Это все-таки денег стоит. И жаточка. 158 евро. Все остальное у нас вроде как норм. Нет, еще удобрялка к трактору. Тоже так себя чувствует. Ну, а все остальное, все прекрасно. Ну что, давайте займемся перевозками. Для начала мы продадим то, что у нас есть. Я имею в виду очищенное зерно. Давайте посмотрим, куда его стоит возить. Разрабам, кстати, отдельный респект за вот эти вот новые иконки. Они прям мега удобные. Очищенное зерно. Можем на овощебазу. Это, кстати, довольно-таки рядом там. Вот овощебаза. А вот здесь у нас зерновой сепаратор. Прямо недалеко совсем ехать. Я думаю, мы пока что без крусплэйта сделаем. Одна партия такая, не очень большая. Возьмем нашего Джонни. Подцепим к нему наш прицепчик. Можно, в принципе, сразу и зилка было взять. И на фоллоу ми. Ну, ладно. Я думаю, мы так справимся. Погнали тогда на зерновой сепаратор. Загрузимся там. Подъезжаем мы к зерновому сепаратору. И вроде как у нас здесь должны... Да, все замечательно. Очищенное зерно забираем отсюда. Ну, крусплэй, по сути дела, должен работать с этим всем делом. Раз тут такое меню насчет забрать какую-либо культуру, высыпается только она не очень быстро. А пока оно сыпется, давайте посмотрим, что у нас там с удобрением. 56% и 46% замечательно. Все работает, все быстро. Да, не так быстро она набирается. Ну, ладно. В общем-то, мы загружены. Поехали на овощи базу продавать первую партию очищенного зерна. Ну что, пошла продажа, пошли денюжки. Сейчас этот прицеп там... Да, этот прицеп явно не для этого триггера. И здесь начинается полная вакханалия. А ну-ка, давай дальше. Продавай, продавай. Чуть-чуть осталось. Во, продал. Да, неудобно с таким прицепом здесь. Сколько мы получили? Мы получили 67 тысяч. И самое главное, просел ли ценник? Ценник не просел. Значит, можем ехать за следующей партией и везти ее сюда же. Правда, надо заглянуть еще, что у нас там по контрактам. Все нормально. Как раз доедем до сепаратора. Только еще выехать бы теперь отсюда. Во, с пятисотой попытки, но получилось. Погнали. Заполняем очередной прицепчик. Мы три прицепа отвезем, а остатки оставим. Уже хрен с ними. Тем временем вернемся мы к нашим баранам, которые удобряют. Почему я их назвал баранами, не знаю. В общем-то, у них тут почти все закончено. Десятое поле 97%. Сейчас уже придется его снимать. Вот так вот контракт завершен. Поэтому прерываем маршрут. И в принципе, можно оставить его даже на поле, пока пускай здесь стоит. Тем временем у нас заполнился наш Джонни. Поэтому заводим двигатели. Поехали продавать то, что он нам загрузил. Опять-таки на овощебазу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! ладно на этот раз мы попробуем сделать вот так вот выйдем на максимальное расстояние которое возможно и разгружаемся вот таким вот образом тогда он не будет здесь плясать ничего не будет страшного происходить никакой выхаканалии потому что он поднимается и видите влезает еще 67000 это го сто тридцать четыре тысячи у нас есть и давайте посмотрим не просел ли ценник ценник пока не просел это блин меня это радует тем временем завершён контракт на поле номер 34 и поэтому этого пацана мы тоже сейчас снимаем с маршрута глушим и оставляем пока что здесь и мы пока что по-быстрому поехали заберем последний прицеп очищенного зерна и продадим его сюда и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» И вот тут мы запись маршрута прерываем, сохраняем его, пускай это будет поле 07, транскомп, во, транскомп, боже мой, ладно. Разумеется ставим ему работу с комбайнами, выбираем новую, та уже забилась, проехала получается целый круг, все нормально, со следующей ближайшей точки и он поехал к нему. Вроде как они должны без труда справиться. Продолжение следует... Ну что ж друзья, вот и закончена уборка у нас нашего поля, давайте-ка мы выгрузим последнее, сбрасываем маршрут, открываем трубу. Даже вручную сами подъедем и разгрузимся, а то он тут близко довольно таки стал. 2 копейки выгружаем, отправляем этого товарища на разгрузку. И друзья, что мы имеем по контрактам? Я слошарил на уборку хлопка, я забыл взять технику, поэтому этот контракт пришлось отменить и в общем-то больше он у нас не появился, увы. Зато появился контракт на удобрение третьего поля, напомню, третье поле самое большое и разумеется я с радостью его взял, 75 тысяч нам за него заплатят. Пришлось, правда, удобрялку заправить немного, но в любом случае это того стоит. Плюс у нас один раз съездил разгрузиться наш трактор и в общем-то около 40 тысяч, я так понимаю, он нам принес. Доходы от продажи урожая было 235, стало 275, ну да, около 40 тысяч, ну и плюс он сейчас еще повез, 12 тысяч литров, что-то добудет. В общем-то мы его сейчас ждем здесь и отсюда поедем выполнять другой контракт. Можно, кстати, мне еще попадался, да, вот поле 6, уборка урожая, нужно собрать овес на транспортную компанию. В принципе на транспортную компанию мы без проблем можем возить этим же маршрутом. Можно записать маленький маршрут 6 на 7 поле и накомбинировать их. И в общем-то можно будет его взять. Ну, пока не буду, у нас есть на 28 поле, мы поставим работать его. Только единственное, подождем пока приедет трактор, чтобы сразу две техники, две единицы туда перегнать. Тем временем Джонни приехал разгружаться, давайте посмотрим сколько денег нам это дело все принесет. Еще 18 тысяч, шикарно. А знаете, друзья, что я подумал? Мы таки возьмем 6 поле на сбор урожая и мы возьмем технику в кредит. И вот этой самой техникой уберем два поля и 28 в том числе. Давайте вот купить в кредит или даже возьмем вот эту технику на 28 поле, будем ей убирать. У нас немножко снизится получается наша премия, наша награда. Но мы той техникой уберем урожай с 28 поля. Вот так вот я придумал. Гениально. Поэтому вот это дело погнали выставим работать на 6 поле. На самом деле, друзья, тут можно рискнуть и начать убираться, даже не менять маршрут на нашего Джонни. Надеяться, что он не будет сталкиваться с этими деревьями. Но я в это, честно говоря, слабо верю. Ну давайте, не знаю, давайте попробуем что ли. Генерируем этому товарищу маршрут на 6 поле. Давайте по кругу ты 4 раза съездишь. Блин, долго он, конечно, это будет делать. Давай, со стартовой точки. Ну 2 часа. Твою мать. Ну ладно, ничего страшного. Можно, в принципе, сразу же вызвать транспорт, чтобы он приехал сюда. И здесь через деревья хотя бы. Не сильно. Кстати, овса не так уж и много собирается, поэтому, может быть, и все нормально будет. В общем-то, пока все работают, нам надо заняться еще и нашим полем и подготовить его к посеву. У нас уже был третий урожай. Каждый третий урожай нужно посыпать поле известью, поэтому надо, в общем-то, это сделать. Для этого выгрузим из одного зела удобрение и с помощью зела все и сделаем. Вот так вот выгружаем это все дело. Сейчас другим зелом пересыпем его туда. Нужно еще этого только заправить сначала. Вот так вот. И засыпаем в него известь, которая у нас уже была здесь, заныкана. А что, он известью посыпать не может, что ли? Твою мать, а он не может посыпать известью. Вот это обидненько. Вот это нам не фартануло. Значит, ждем, пока удобрится третье поле, потому что там удобрялка есть. Ну и, друзья, завершен у нас контракт и на третьем поле. Теперь можно будет поставить, посыпать известью наше поле, которое наше. Вообще, обожаю контракт на третьем поле. Не так часто он попадается, но это прям здорово. Один бункер удобрений хватает его, посмотрите, с лихвой. И 75 косарей прилетает. Вот так вот. Итак, друзья, соответственно, приезжаем на базу и разгружаем удобрения. Вот так вот. Теперь нужно заполнить известь, что у нас есть. Блин, а эти мешки оказываются не по тысяче, а по две, походу. Судя по тому, сколько у нас наполнилось. Ладно, поехали на поле, поставим его посыпать известью и все. Генерируем маршрут на нашем поле, поле номер 7. Тоже пускай по кругу, три поворотных полосы, только с разворотом. Надо, чтобы он все прям хорошо сделал. И рабочая ширина 18 метров, а не 30, потому что известь у нас как-то по-другому разбрасывается. Генерируем. Все, замечательно. Конечно же, нужно к этому маршруту еще добавить поле 0.7 база, чтобы он съездил пополнять известь, потому что ему этого бака не хватит. Ее здесь очень много потребуется. И со стартовой точки его запускаем. Ну что, друзья, на этом я буду с вами прощаться. В общем-то, много денег мы сегодня подняли. Я еще за кадром перед следующей серией немножко упарываюсь с контрактами. Доделаю эти. Уже в следующий раз покажу вам выручку, которую мы получим со всего этого дела. Плюс, опять-таки, скорее всего, на выходных проведем стримчански по контрактикам, попарываемся, поболтаем. И в следующий раз уже будет у нас какое-то обновление, какая-то глобальная покупка большая. И поэтому у меня вопрос для тех, кто смотрит, скажем так, серии постоянно, для тех, кто досматривает их до конца, потому что от вас зависит, что мы будем дальше делать. И я предлагаю вам два варианта. Первый вариант – это купить 36-е поле и поставить там конюшни. Две штуки больших. И, соответственно, начать заниматься овсом, делать им корм и так далее. И второй вариант – это купить БГА и все сопутствующее к нему. Денег нам должно будет хватать уже к тому моменту, как мы соберемся все это делать. Поэтому сейчас в правом верхнем углу появляется голосовалочка. И я буду очень признательный, если вы кликните на тот вариант, который вы считаете нужным. И, соответственно, в зависимости от этого голосования у нас и будет дальнейшее развитие событий. Рано или поздно мы, конечно, и тот, и тот вариант будем прорабатывать. Просто что из этого будет первым? На этом, друзья, все. Не пожалейте, пожалуйста, лосика. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу нашего развития. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Рассказывайте о канале друзьям. И, в общем-то, вы все прекрасно знаете. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго. Пока-пока.